В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Пуслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Очередной гуманитарный конвой отправился в зону проведения специальной военной операции. Мы не будем останавливаться на этом. И мы объявляем опять очередной сбор гуманитарной помощи. Учитель физкультуры Дмитрий Зернов, который сейчас защищает рубежи Родины, награжден медалью за отвагу. У него отец, военнослужащий, он и дисциплина, и мать такая, тоже характер боевой. То есть он передалось и Диме это. В Росаргуевской библиотеке открылась новая выставка художницы Маргариты Плякиной. Солнце, тепло, свет, добро. Очередной гуманитарный конвой отправился в зону проведения специальной военной операции. В его сборе под эгидой местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие учебные учреждения округа, предприниматели и неравнодушные граждане. Провожала груз в дорогу и наша съемочная группа. Максим Козлов расскажет подробнее. На протяжении последнего года офис Ленинского отделения партии «Единая Россия» время от времени напоминает склад, но партийцы не ропщут. Мало того, сами же и инициируют сбор гуманитарной помощи. С начала специальной военной операции ее было собрано около 30 тонн. И вот новый конвой. В сборе гуманитарной помощи приняли участие образовательные учреждения Ленинского городского округа. Это школы, это школьные образовательные учреждения, предприниматели и, как всегда, наши неравнодушные жители, которым я хочу всем выразить огромные слова благодарности. И в этот раз груз сформирован на основании просьб военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии, над которой взял шефство Ленинский округ. Здесь теплые одежды, медикаменты, окопные свечи, средства личной гигиены, продукты питания и множество других вещей, которые пригодятся в ходе боевых действий. Есть и особо ценный груз. Письма благодарности, теплые поддержки, слова, которые детишки писали. Спасибо вам, солдаты, за наше мирное небо. Это мы все загрузили, все взяли, лично в руки передадим. Так что победа будет за нами, своих не бросаем. В очередной путь, чтобы доставить посылки военнослужащим, отправляется исполняющий обязанности руководителя общественной организации «Боевое братство» Владимир Писаченко. На этот раз ему предстоит доставить более пяти тонн груза, а здесь, в тылу, работа будет продолжена. Мы не будем останавливаться на этом, и мы объявляем опять очередной сбор гуманитарной помощи. Призываем всех неравнодушных принять в нем участие. Только вместе мы сможем победить. Сбор гуманитарного груза также будет осуществляться на базе офиса местного отделения партии «Единая Россия». Преподаватель физкультуры Дмитрий Зернов уже полгода защищает рубежи Родины в зоне специальной военной операции. Недавно командир штурмовой группы с позывным «Учитель» награжден медалью за отвагу. Наша съемочная группа встретилась с семьей героя. Дмитрий Зернов отправился на фронт добровольцем после объявления частичной мобилизации. Дома его остались ждать супруга Мила и девятилетний сын Игорь. Супруг служит 6 октября. Пошел к простым солдатам. Сейчас он уже лейтенант. Отличился и в учениях, и на войне тоже. Ему дали звание на Новый год прям. Для Игоря его папа – настоящий пример для подражания. Добрый, целеустремленный, смекалистый, стремительный, настойчивый. Дмитрий Зернов – воспитанник спортивного клуба «Орленок». Стал заниматься дзюдо, когда еще учился в начальной школе и достиг больших высот в этом виде спорта. У него отец, такой военнослужащий, и дисциплина, и мать такая же, тоже характер боевой. То есть передалось и Диме это. И во время тренировок это было видно, кстати, что когда видна была его дисциплина внутренняя, при каких-то соревнованиях намечались определенные. В первую очередь даже можно было не думать, что Дима будет в первых летах. Ну, спорт формирует человека волевым, думающим, мужественным, с быстрой реакцией. В зоне боевых действий Зернов – командир штурмовой группы с позывным «Учитель». В одном из сражений он в одиночку отстреливался от врага и спас раненого товарища. За этот поступок был награжден медалью за отвагу. Мы связались с оператором Владимиром Гриневичем, который сейчас находится в Луганске, где он совершенно случайно встретился с Дмитрием. Мы приехали к ним в подразделение. Мы снимали подготовку этих ребят. Их там очень много. И что-то уже прямо в конце съемки мы... Что-то я так спросил, говорю, ребят, а есть кто-то с Самарской или с Московской области? Как бы моя основная родина – это Самарская область. И он стоял, говорит, я, говорит, с Московской области. Я говорю, он такой, он, говорит, свит. Я говорю, ну, здрасте. Ну, вот земляки встретились. Ну, естественно, вот так это, обнялись. Настоящей радостью для семьи становятся короткие телефонные разговоры. При любой возможности звонит домой или пишет. То есть у него есть связь, находит как. Ну, не всегда, конечно, прерывисто. Но старается домой позвонить. Разлука для семьи бойца дается нелегко, но никто не унывает. Игорь, как и папа, занимается дзюдо, а в свободное время рисует. Мила Зернова пишет стихи и музыку, играет на гитаре. Недавно вышел ее альбом. Все свои песни она посвящает супругу и ждет его возвращения домой. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Мужество. Как оно воспитывается? Где? Дома? Когда отец хвалит маленького сына за помощь маме? А еще в школе. Необычный урок для ребят второго корпуса Видновской школы номер пять провел исполняющий обязанности председателя Ленинского отделения боевого братства Владимир Песоченко. Подробности в нашем следующем сюжете. Исполняющий обязанности председателя Ленинского отделения боевого братства Владимир Песоченко, который последние полгода в прямом смысле живет между Видным и Донбассом, практически еженедельно сопровождая гуманитарные грузы в зону СВО, возвращаясь домой, стараются как можно больше времени уделить встречам с матерями, женами военнослужащих, а также приходят в школы. В какой-то раз закончился урок, кто-нибудь сказал, учитель, спасибо вам огромное. Ведь человек потратил время, человек потратил энергию. Казалось бы, о чем этот разговор? Да как раз о важном. Ведь воспитание таких человеческих качеств, как мужество, любовь к родине, сострадание начинается с детства, в семье и школы. А сегодня, когда даже первоклассники отлично понимают значение этих слов, взрослые говорят с ними по-взрослому. В библиотеке школы собрали тех, кто постоянно откликается на призыв помочь защитникам Донбасса, пишет солдатам теплые письма. Молодое поколение, которое поддерживает наших ребят, для нас это очень мотивирует и закаляет. И мы понимаем, что мы нужны для молодого поколения. И мы бьемся и отставим интерес к нашей родине. Вместе с родителями и педагогами ребята собирали шерсть для вязания носков и варежек, продукты, деньги. Ученики младших классов рисовали открытки, подписывали их, вложив слова «все самое доброе». Понимая там далеко, сейчас это очень необходимо. И не ждали в ответ благодарностей. «Спасибо ребятам от имени всех военнослужащих», сказал Владимир Песоченко, вручив благодарственные письма. Будь достойным учеником своей школы, и чтобы твои родители, твои учителя тобой гордились. Старшеклассник Далер Нам тоже получил такое письмо. Я, во-первых, трудился не ради награды, а для того, чтобы помочь искренне России. Потому что сейчас идет свое военное действие, и я искренне хочу, чтобы Россия победила. Депутат Гаджимурад Гаджимурадов, продолживший важный разговор, начатый Владимиром Песоченко, высказался открытой на чистоту, объединив две эпохи, когда наша страна нуждалась в защите Великую Отечественную и современность. На самом деле война идет с НАТО. Война идет, что сейчас можно уже говорить открытыми словами, идет с Америкой войной, которая пытается не сама воюет, а натравливает Украину на нас, нас на Украину. Но для того, чтобы не получилось, как в 41-м году, когда пришли к нам домой, и уже и страдали и мирные жители, и женщины, и дети погибали, и концлагеря были. Поэтому сейчас, я считаю, тоже поддерживаю нашего президента, что он сделал шаг опережающий. Подобные уроки истории еще будут проводиться и в этой школе, и в других. Но дети есть дети. И когда им предложили примере часть военной экипировки, желающих оказалось немало. Тяжела мужа? Нет. Не тяжело совсем? Нет. А представь, вот солдат, он вот так целый день, сутки. Смогла бы сутки вот так? Нет. Тяжело все-таки, да? Примерила бронежилет и педагог школы Наталья Михайлова. Она тоже оказалась в числе награжденных. И тоже, как другие, не ждала благодарностей. Самое главное, чтобы солдаты почувствовали наше тепло, частичку нашего тепла, который ребята тоже от всего сердца передавали. Когда писали письма, новогодние открытки передавали. Гуманитарную помощь кто мог, собирал. Ну и также родители, детей. А сбор необходимых вещей для защитников Донбасса в школе будет продолжен. До самой победы. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Около года назад учащийся видновского художественно-технического лицея Мухаммад Елхароев стал героем. Смелый поступок высоко оценили одноклассники, друзья и взрослые. Тогда мальчик получил несколько благодарностей. А на днях удостоился еще одной. На вручение побывала Юлия Пагасьян. Во время прогулки с одноклассниками друг Мухаммада Елхароева провалился под лед Тимоховского пруда. Мимо проходили взрослые, но только ребенок, не раздумывая, бросился на помощь товарищу. Вытащил его из воды и отвел домой. Позже родители десятилетнего героя связались с мамой пострадавшего мальчика и убедились, что с ним все в порядке. Что называется, обошлось. Даже не заболел. Взрослые проходили и смотрели просто. Я подумала, если я был на его месте, притянула мою руку и спас его. Тогда Мухаммад удостоился благодарственного письма от Главного управления МЧС России. Этот мужественный и смелый поступок будет примером тысячам граждан Ленинского городского округа, ценящим дружбу и взаимовыручку. Уверен, что спасенная жизнь положит начало целой череды добрых твоих дел. Поступок мальчика отметил и глава республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов. А на днях ее новогероя наградили благодарностью постоянного представительства республики при президенте Российской Федерации. Безусловно, поступок Мухаммада Илухарваева является примером для всех нас, в том числе для взрослых. Потому что не каждый взрослый может так оперативно среагировать на такие ситуации. Для этого нужна и смелость, и отвага, и сила духа. Поэтому мы восхищаемся, выражаем глубокое уважение нашему юному герою и желаем ему всего самого наилучшего, а главное – успехов в учебе. Мухаммад мечтает стать спасателем. Он не понаслышке знает, что такое отвага. Дедушка мальчика – выдающийся генерал российской армии. В свое время зарекомендовал себя как грамотный и решительный офицер. Мухаммад планирует поступить в ряды сотрудников МЧС и продолжить прославлять свой род. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. В Расторгуевской библиотеке новая экспозиция. Свою вторую по счету персональную выставку видновская художница Маргарита Плякина назвала строчкой из песни «Подставляйте ладони, я насыплю вам солнце». С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Весной 2022-го посетители Расторгуевской библиотеки впервые познакомились с творчеством нашей землячки. Видновчанки Маргариты Плякиной. Кисти и краски она взяла в руки всего лишь 7 лет назад и с тех пор не мыслит своей жизнью без живописи. И вот художница представила новую экспозицию под названием «Подставляйте ладони, я насыплю вам солнце». Стараемся с нашими художниками никогда не терять их контакты. И когда есть возможность, чтобы у них их работы выставить еще раз, это всегда для нас большое удовольствие, большая радость. И всегда праздник, как вот в данном случае, подставляем ладони и нам сыпется солнце. Пейзажи, запечатлевшие родные деревенские просторы, видновские московские улочки, многочисленные натюрморты. Каждая картина Маргариты буквально пронизана солнечными лучами, на все 100 оправдывая название экспозиции. Солнце, тепло, свет, добро. Вот именно это. Потому что не хватает. Его, конечно, по-моему, сейчас вообще не хватает. Всем. Ни солнца не хватает, ни тепла, ни добра. Очень мало. Центральное место на выставке занимает работа под названием «Моя Москва». Именно такой. Яркой, немного пустынной, где дорогу могут делить спешащие по делам пешеходы, редкие машины и мама утка со своим выводком. Видит и любит столицу художница. Это Москва, Спасогринеческий переулок. Это я все время на учебу бегу туда, в Знуи. И вот смотрю на этот необыкновенный переулок. Он очень мне нравится и весной, и зимой, и летом. И просто не влюбиться в него было невозможно. Она показала, что вот эта сила добра, созидания, она непобедима. В каждом человеке живет жилка творчества. Но это все же так. Да, и независимо от возраста. И вот она показала, как прекрасен этот мир. На открытии выставки присутствовал друг семьи художницы, поэт Сергей Трембицкий. Вдохновленный ее работами, он прочитал для собравшихся одно из своих стихотворений. Я, например, поэзией рисую. Очень тонкий инструмент. Краску, кисть беру любую. Вдохновение момент лишь нагрянет долгожданный. Я пускаюсь рисовать. И пейзажи Левитана начинают оживать. На выставке представлено 14 картин, написанных в разное время, но еще не знакомых педновчанам. С экспозицией можно познакомиться до конца марта. Не пропустите. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова